Итак, правило номер один. Если ты удивился сильно близкому человеку, он тебя предал, ты чувствуешь всё капец. Следующий шаг это пробежки, статические упражнения, природа, закаливание, парк, я желаю всем счастья, молитвы, режим дня хороший. То есть ничего сейчас не делать, ничего не предпринимать в отношении к этому человеку. Если предприняли, извиняйтесь. Бывает так, что человек что-то сделал, ты сразу, ну не в барышку. Ничего страшного, ничего не пропало. Всё пропало, Олег Геннадьевич, у меня всё пропало, я уже всё как бы. Ничего не пропало, идите извиняйтесь. Ничего не пропало, просто вы сорвались, ну так бывает, ничего страшного. Извинились опять дальше Жить Но когда вы извинились Дальше не надо с ним ничего Говорить будет то же самое Потому что действует злая судьба Надо теперь на природу пробежки Молитва, зарядки, подружки Храм, лекции Все вот это А потом уже Можно дальше поговорить По-доброму Когда можно поговорить Когда вы уже спокойно к нему относитесь Вы скажете, Олег Геннадьевич, ну когда спокойно Я вообще даже не хочу говорить Ну не говорите Может и не надо тогда говорить Люди всегда хотят поговорить И означает Ну если вы успокоились И не хочу уже поговорить Ну не говорите Все и так пройдет Можно поговорить с близким человеком Если он хочет поговорить А это означает у вас уже достаточно Близкие отношения А если у него плохой период Даже это не даст с ним поговорить Поэтому поговорить Это очень редко Когда получается Поговорить можно только по-доброму С человеком Даже может быть чуть-чуть шутку Ну допустим У меня жена Очень Чистюля сел Ну как все женщины И она меня так мучает Иногда Там она Ну допустим Я сажусь кушать Она такая Двигаемся ближе к столу Сейчас все на пол полетит Все же смеются Потому что все одинаковые Вот И я Ну как бы Ну Тяжело иногда Я на природу Зарядку Дальше делаю Успокаиваюсь Вот Молюсь И потом Наступает время Я захожу допустим На кухню Жена кушает Я говорю Двигаемся ближе к столу И она просто падает Со смеху Со стула Сразу Потому что я говорю Не со злобой это А просто по-доброму Ее копируют Она со стула Сразу прямо Она не может Ей смешно Страшно просто И она потом Мне уже так не говорит Но если говорит Очень по-доброму Потому что Она испытала на себе Что это значит Когда человек ест Его как бы Стоять Сидеть Молчать Лежать Называется Воспитание Доброе отношение Очень Или допустим Когда жена Злится Она вот так Руки делает Вот так Это означает Боевая позиция Уже все То есть Надо бежать Допустим Мне что-то не понравилось Я такой Подхожу к ней Вот так руки делаю Она опять падает Со смеху Ну и так далее Вот такие вот вещи Очень по-доброму Но не в тот момент Когда жара пошла Жара пошла Лучше Убежать от человека Вот допустим Он разгневался На тебя Пришел Как бы Надо сказать Слушай Я в туалет захотел Каждая Каждая секунда Дорога Потому что Гнев Он Проходит через Несколько секунд Вот вспышка Гнева Плохой период Действует буквально Может быть Несколько секунд И в этот момент Надо выиграть время Я в туалет захожу Может быть Вы не захотели Ничего страшного Можно обмануть Пошла в туалет Закрылась И он Подошел к туалету Когда ты Как бы выйдешь Не выходите У меня запот Выйду поговорим Вышло уже Все нормально Можно поговорить Или еще что-то случилось Надо сматываться Глаза краснеют У человека Признак гнева Глаза краснеют Он на вас смотрит В упор Не смотрите в глаза Тоже начнете гливаться Гнев Это разрушительная сила Передается сразу Скандал Наступает быстро Это демоническое Злое влияние на человека Вы не сможете Быть сильнее Этих сил И в это время Нет смысла Человеку доказывать Истину Потому что человек Понимаете Гнев Что такое Это очень сильное Чувство Собственной правды Что такое гнев Это когда Это демонические Злые силы Пользуются Чем Что у тебя Есть правда По отношению К кому-то Чтобы разрушить Отношения Вот если у тебя Есть правда По отношению К человеку Близкому И ты хочешь Сильно ему Донести Со всех сил Это означает Демонизм Потому что Если у тебя Есть правда И ты По-доброму К нему Отношишься Терпишь Что он не знает Эту правду Это и есть Любовь А если ты Прямо ему Сейчас я Скажу Молчи Терпишь Терпишь Не те силы А если он Хочет Сказать Так Сматывайся Не сможешь Эти силы Победить Тоже Начнешь Правду Ему Говорю Что такое Ругань Это когда Два человека Объясняют Друг другу Свою Правду Под влиянием Злых сил Итак В трудные Периоды Жизни То есть Первое Что мы делаем Мы сначала Себя Восстанавливаем Стараемся Наполниться Для чего Для того Чтобы помочь Близкому человеку Помощь Означает Доброе отношение Всегда Не выяснение Отношений Не попытка Его поменять В это время А доброе отношение Потому что Есть вето В близких отношениях Запрещено Проповедовать Близкому человеку Это вето Это вето Поставил сам Господь Он говорит Хочешь развиваться Как личность Вот смотри Вот допустим Перед тобой Прокурор стоит Да Он тебя наказывает Сейчас будет Сажать в тюрьму Ты можешь ему Проповедовать В это время Объяснять ему Ты знаешь Я вообще хороший человек Мне не надо давать Восемь лет Хотя бы шесть Бесполезно Понимаете Это бесполезно Занять Потому что Чем больше прокурор Доказывает Что надо меньше Тем больше он уверен Что надо больше Единственный вариант Это смирение Доброе отношение Когда человек Успокаивается По доброму себя ведет Ему легко Уменьшат срок Понимаете Вот точно так же С близким человеком Не надо ему Ничего доказывать Просто по доброму К нему относите Он успокоится И будет Вести себя Близкий человек Это и есть Прокурор Он почему так себя ведет Он тебя наказывает За твои прошлые поступки И ты ничего не можешь сделать Потому что Ты привязан к нему Он на законных основаниях Тебя наказывает И он уверен Что он прав На все 200% В это время По доброму И тогда он успокаивается Доброе поведение Смягчает вину Доброта только Может смягчить вину Больше ничего Не смягчает И так Помощь близкого Означает Доброта Попытка ему Что-то объяснять Бессмысленное занятие Отпустая Трата времени Можно объяснить Близкому человеку Только когда он Хочет слушать Но и то Очень опасно Например У меня жена Решила ходить Ну да Я долго мечтал Она решила уже ходить Теперь И жить здоровым Образ жизни Она ко мне подходит И говорит Я решила ходить Что в это время Надо сделать Надо вскочить И закричать Да я Три года Тебе об этом говорил А ты дура Только поняла Да уже Вся страна Ходит Или бегает Вот это я должен сказать Я должен подойти К ней и сказать Ты не перенапрягайся Ходи понемножку Устала Отдыхай Вот что я должен сказать Все Я должен ее сдерживать А не Наоборот Подпрыгнуть И начать ее Это типа Понимаете Понятно Да Наоборот Отдыхай больше Все нормально Но когда она Она уже Вот привыкла Это делать И чуть сорвалась Можно подойти К ней и сказать Ты перестала ходить Я так волнуюсь Она тебе скажет Не волнуйся Это не твое дело Допустим Надо не волноваться И не твое дело Значит Все Но ты свое дело Уже сделал Ты сказала Понятно Да Как менять стиль отношений В трудные периоды жизни В трудные периоды жизни Надо смягчать стиль отношений А Трудные периоды жизни Сами Ужесточают Стиль отношений Надо со всех сил Смягчать Если ты там Воспитывал человека Не воспитывай Если ты что-то От него хотел Не желай Оставь его в покое Просто по-доброму себя вести Если он перестал Что-то делать Из своих обязанностей Не требуй этого Ты разрушишь семью Ему трудно Оставь его в покое Дай ему возможность Нормально жить Потерпи Трудный период жизни И только у него Так же у тебя наступило Если ты думаешь Что когда у близкого человека Трудный период жизни Это его проблемы Это твои проблемы Так же В чем они выражаются Он перестал тебе помогать Заботиться Это твои проблемы И поэтому терпи Если ты будешь Его в этом понукать То будет еще хуже Вообще разрушишь семью Потому что трудный Означает трудный период Одна девушка мне говорит Олег Геннадьевич У меня муж ведет себя Вот это был сегодня Прям разговор Она говорит Он ведет себя так Как будто ему очень тяжело Там напивается Бьет меня Я говорю Чем он занимается Работает целыми днями Кем? Начальником Я говорю Ему очень тяжело Поэтому он срывается Напивается И дерется Что делать? Мотивировать его К здоровому образу жизни Как мотивировать? Самой начать Жизнь Здоровому образу жизни И припотепень По-доброму К нему отнести Принять его Таким человеком Он болеет Он болеет чем? Работой Работа может Убить человека Вообще Не то что сделать Пьяница Нужно простить его И мотивировать Здоровый образ жизни Мужчины все Имеют один и тот же Недостаток Они Все склонны Не умеют отдыхать Поэтому пьянство Это колоссальный порог Мужчины И главное Мужского Вообще Мужского начала И причина Главная Не умение отдыхать Почему мужчины пьют? Потому что они срываются Они не могут Снять напряжение Расслабиться Кто расслабляет мужчин? Женщина Вот и учитесь Как не то что Типа виснуть Каждые 5 секунд На нем Чтобы он расслаблялся Нет Надо его Есть разные виды Расслабления Надо его на улицу Вводить И так далее К друзьям Вводить Понимаете? То есть есть разные виды Расслабления Снимать напряжение С мужика Это обязанность женщины А не то что его бросать Потому что он бьет Это твоя проблема Ты его Не помогаешь ему в жизни Так научись помогать Заботься о нем Женщина обязана работать Блин сложный вопрос задал Мои дорогие друзья Не обязана А вот расслаблять мужа Обязана? Обязана Воспитывать детей Обязана? Обязана Кормить всех Обязана? Обязана Вот и будьте женщинами Ну то есть если вы работаете Вы не свои обязанности выполняете Такое тоже бывает Ничего страшного Я не против Но есть ваши обязанности И вы от них не освобождаетесь Потом после лекции Не приходите домой Не говорите Олег Геннадьевич сказал Знаешь что? Что я Работать не должна Я такого Не говорил Итак В трудные периоды жизни Мы сначала спасаем себя Помогаем себе Когда у нас есть силы Принять вот несправедливость Которая пришла ко мне Значит я уже перевариваю судьбу Дальше нужно по-доброму Относиться к близкому человеку Устанавливать с ним контакт И тащить его на природу К добрым друзьям и в храм Потому что когда человеку тяжело Он не может уже сам ничего делать И он может только питаться Вот когда человеку тяжело Он становится как грудной ребенок Грудной ребенок что-то делает хорошее? Нет Он просто сисью сосет Какает и спит Он наполняется Поэтому когда у человека тяжелый период Его надо навозить Водить добрым друзьям На природу и в храм Он будет там что-то делать? Нет Он будет стоять как растение просто И все Он наполняется И слава Богу Потому что если он даже туда не захочет идти Стало еще хуже Значит у вас осталось только Молиться за него И кормить его освященной пищей Вот понимаете Вот молиться и кормить освященной пищей Всегда можно Это единственное Что остается напоследок И это спасает В последнюю очередь человека Напоследок Знаете что самое Сильное и действенное Какое средство Вытащить человека Из полного невежества Знаете какое средство? Это кормить человека Освященной пищей Точно так же Как ребенок Который через молоко Получает Благодать Божью Точно так же Человек Который погряз невежеств И может получить благодать Только через освященную пищу Больше нет у него Шансов никаких Если вы будете Кормить его Эту пищей Вы увидите Как он поменяется Потому что Точно так же Как ребенок Всасывает в себя Грудное молоко Так же и невежественный Человек Погрязший в грехах Ничего не может всасывать Кроме освященной пищи Он не сможет всасывать Храм Молитву Ничего Кроме еды Поэтому Учитесь Изучайте Что такое Освященная пища Как она действует На сознание Как лучше Освящать ее Как глубже Это делать Как чище Качественнее Изучайте этот вопрос Он может В какой-то момент Вам сильно помочь В жизни Итак В трудный период Жизни Мы кормим Человека Кормим природой Кормим храмом И друзьями Приходит время Он очухивается И он сам уже начнет Ребенок Когда наелся Он начинает улыбаться Всем Что-то делать Хорошее Так и человек Который в трудный период В жизни Он наелся Тем чем надо Наелся Не телевизором Не водкой Не интернет Колопопным Интернетом наелся А наелся Добрыми друзьями Природой И храмом Это единственное Вот эти вещи Три Могут накормить человека И избавить его От страданий Ни интернет Ни фильмы Ни игры Компьютеры Ничего такого Ни вино Ничто это не может Человека освободить От страданий Это просто Отвлекающий маневр Только освобождение Дает природа Потому что там Энергия Бога Находится Добрые друзья Там находится Энергия Бога И храм Там находит Сам Бог Все Больше Никто не может И ничего не может Помочь человеку Три силы Которые дают Человеку Возможность Возрождаться Природа Дает здоровье Добрые друзья Дают социальную силу Храм дает способность Преодолеть непреодолимое Это как духовная жизнь Это как храм Если лекции правильны Если они от Бога Мои сейчас оценим Если мои лекции Меняют вашу жизнь То есть есть признаки Того что присутствует Бог Если после лекции Радость в сердце возникает Если вы чувствуете Что меняется ваша жизнь Вам помогает это жить Вы чувствуете Что все вопросы Решаются В вашей жизни Вы перестаете Злиться Перестаете Кого-то ненавидеть Вы начинаете Чувствовать Что ваша жизнь Возрождается Значит В этих лекциях Присутствует Бог Такие признаки Мои или мои Не имеет значения Можно слушать Всех Кто дает Такие возможности Я не привязываю Вас к себе Запомните А если я это делаю Значит Это ужасно Слушайте Всех Кто вас вдохновляет Но если вы мне скажете Олег Геннадьевич Знаете Я слушаю лекции Одного человека Он такой знаете Может определить Как бы диагнозы У человека Увидеть его Трудности Он вообще врач И читает Замечательные лекции Можно мне слушать Его лекции Или нет Если вы скажете Я скажу да Но мне будет тяжело Это сказать Потому что В моем сердце Будет жить зависть К этому человеку Потому что Он сильно похож на меня И знаете Что это у всех так Мы все соревнуемся Друг с другом Ну а если ты разумный человек Ты победишь эту зависть И скажешь правильный совет Но все равно Зависть есть Она существует У всех людей Поэтому Если вы слушаете Мои лекции Я привязался уже к вам Понимаете И буду хотеть Чтоб вы мои слушали Но это неправильно И это тоже надо знать Совершенно верно Видите Но при этом Я не сильно счастлив Когда Надо за собой следить Всегда И давать все равно Разумные советы Обидно Так я же ответил вам Что надо обязательно Слушать еще и другие лекции И еще обязательно Потом развиваться И в какой-то момент Перестать слушать мои лекции Слушать лекции своего наставника Я даю предварительное знание Когда вы выберете свою веру Там будет узкая уже специализация Слушайте тех Кто вас ведет вперед Ну тогда слушайте Мои Я рад Что вы со мной Немножко пошутили Спасибо вам Итак Как влиять на близкого человека Чтобы он прогрессировал Очень важно Понять Что в целом Если ты Имеешь силы И доброту Доброту означает Ты принял Своего близкого человека Как судьбу Как Иисус Христос Крест принял То тогда В этом случае Ты уже влияешь на него И уже Меняешь его жизнь Пожалуйста Поверьте мне Что это так Потому что Ну вы не сможете Это глубоко понять Человеку кажется Что надо что-то ему говорить Чтобы он менялся Это глупость Потому что знание Всегда передается От сердца к сердцу Понимаете Это много Очень исследований По этому поводу Даже психологи проводили Вот детям допустим Показывать что-то одно А говорить другое И человек будет Делать то Что ты показывал А не то что ты говоришь Потому что Люди все принимают То что у тебя внутри А не то что ты говоришь Понимаете Поэтому можно и не говорить Особенно с близкими людьми Потому что с близкими людьми Говорить очень опасно Потому что Близкие отношения Они Подразумевают Очень сильную деликатность В отношении знания По отношению к близкому человеку Если ты хочешь Близкому человеку Передать знания Ты должен говорить Так нежно и мягко Ему С такими Шутками Прибайутками С такой ненавязчивостью Чтобы это вошло в его сердце Это очень сложно Поэтому существуют Какие-то косвенные способы Например Ты пришел к добрым друзьям С близким человеком И добрые друзья говорят Слушай Слушай Ну а он их любит Этих добрых друзей Он говорит Слушай А у тебя жена уже не ест мясо Ты все ешь И они угорают Над ним шутят И он их примет И он потом будет думать А если ты ему это скажешь Это будет Просто ужасно Понятно Поэтому надо К друзьям ходить В гости Чтобы они воспитывали Твоего мужа Но именно к добрым друзьям Надо ходить Понимаете А не к тем Которые с ним Тогда они тебя будут Вместе воспитать Отконтактировать всегда Можно с человеком Есть три стадии контакта Первая стадия В сердце То есть ты начинаешь молитву И у тебя в сердце Появляется Спокойствие И доброта По отношению к человеку Сейчас у вас сердце По отношению к человеку Надлом И отчаяние А ушел из жизни Имеется ввиду Ушел из отношений Надлом И отчаяние Сейчас Не можете контактировать Потому что у вас Сердце не готово Сначала молитва Духовная жизнь И вы почувствуете Спокойствие В своем сердце Это первая стадия Контакта Как только у вас Спокойствие в сердце Началось Между вами Включается дальше Нить Она не была И до этого Но она начинает Работать Потому что пока У вас сердце Не примет Все что произошло Не спокойно будет А для того Чтобы было спокойно Вам надо на природу К добрым друзьям И в храм Потому что вы истощены Сейчас Вы не сможете Успокоиться Истощение Когда вы Наполнились Вы можете Простить человеку Потому что вы Наполнились А дальше Когда вы простили Следующая стадия Вы можете Писать ему СМС Хорошие Добрые слова Или передавать Через друзей Ему Привет А Но это не сработает Потому что У вас в сердце Нет спокойствия Добрые слова От доброго сердца Должны идти Если сердце Между сердцами Связь Слова не работают Работают сердца Если ваше сердце По-доброму К нему относится Он услышит А если нет Тогда наполняйтесь Сначала маску Одеваем на себя Потом на человека Закон всегда Так работает По-другому Никак Вы слышали Что она сказала В какой-то момент За три дня Жиг и ушел Что это значит Наступил плохой период Все Больше ничего не значит Если вы будете думать Что он вас предал Вы разрушите свою жизнь Наступил плохой период Ничему не удивляйтесь Плохой период Всегда Возникает Вызывает Ощущение Предательства Я вам говорил На этой лекции Уже об этом Проглотите это Отдышитесь Найдите природу Добрых людей Храм Потом Придите в себя Простите человеку И вы пройдете Первую стадию 33% Побед над судьбой Дальше будет вторая стадия Еще 33% Означает Ниточку очищать Между мной и тобой Вторая стадия пройдет Вы сможете легко Общаться уже Друг с другом Но он еще не вернется На третьей стадии Его сердце поменяется И он вернется Это будет чудо И это чудо Будет Возникнет Из-за вашего труда Над отношениями Ничего не надо доказывать Невозможно Близкие отношения Не способны Слушать Демагогию Не обижайте Любимых Упреки Означают доказательства Не надо воспитывать Близкого человека Невозможно Очень ранимые Наши любимые Очень ранимые Невозможно доказать Ничего Только добротой Только принятием Можно поменять Близкого человека Больше нет способа Это означает Что связь есть Помнить надо об этом Ради высокой любви Помнить надо всегда Предал, не предал Связь есть Плохо себя повел Хорошо Связь есть Все это действия судьбы Дальше что надо Прийти в себя Сердце свое Наладить Наполнить Это уже 30% Победной судьбой И дальше Связь Нить очищать Нить очищать Значит Отношения Смски писать Он не будет откликаться Никак Все равно пиши Очищай нить Ты когда кухню моешь Не ожидаешь Что она сразу будет чистой Там сильно закоптела Моешь и моешь Знаешь Что отмоется все равно Так и здесь тоже Пиши Звони Там еще что-то Не можешь звонить Пиши Делай все последовательно Не можешь писать Желай счастья ему Сердце Желался счастья Лучше стало Нить Чувствуешь Хорошее чувство Раньше даже думать О нем не могла Теперь могу Пиши смски Смски Уже хорошо Можно позвонить Не говори Ни о чем серьезном Говори о солнышке О маме О папе О детях А? Потому что Плохой период Видите Уже даже радость От встречи То есть 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 Ниточка Работает Она чистая Достаточно Радость От встречи Значит уже второй Период Уже неплохо На третьем Судьба Значит действует Только и все Значит все нормально Правильно Что совсем все Срок надо ставить Если человек развелся Уже с вами не живет У него там другая жена Дети Поставьте срок Какой-то Если прошел срок Он не возвращается Значит все Значит все Другой будет Другой будет В отношениях Есть совесть Не бросит А если нет совести Сделайте Чтоб была Когда человек бросает Надо молиться Богу Чтобы связь с ним Установилась Потому что только Бог Здесь поможет Без совести Никто не поможет Двигаемся дальше Как влиять на близкого человека Чтобы он прогрессировал Сначала нужно Работать над собой И сердце сделать сильным Потом нужно принять Близкого человека Сильным сердцем И не считать его плохим Просто он находится На определенной стадии На какой На какой мне положено В умные достались В умным А я досталась тебе Все На такой стадии Он находится На которой Мне положено Все Вот Дальше Надо понимать Научиться уровень Близкого человека И вдохновлять его Делать то Не жужжать ему А вдохновлять его Делать то Что он Может сейчас Понять И что сейчас Ему нужно Вот допустим Если он Объедается мясом И вы там уже Вегетарианец До мозга костей Ну тогда Научите его Есть мясо Которое Менее опасно Для судьбы Ну приучите его Не есть допустим Мясо крупных Животных А есть мясо Зайчиков И курочек Они менее Развитые По судьбе Еще менее Развитые Эти Рыбки Там И так далее Постепенно Отучайте его То есть Меньше кармы Меньше тяжелой Судьбы Чтоб мясе было Потому что Животные Бывают Разного развития Чем ближе К человеку Животные Тем больше Они развиты Домашние Животные Скот Домашние Тоже домашние Животные Они сильно Развиты Дети Очень сильно Приближенных Человеков Животных Мы не едим Там собаки Кошки Вот Но Коровы Тоже приближенные И свиньи Их тоже Не надо Есть Зайчики Уже более Дикие Животные Вот Но их Надо стараться Тоже Рыбки Еще более Неразвитые И так далее И вот так Постепенно На том уровне На котором Человек Надо ему Давать Знание О том Что Какое Знание Самое Первое Что Красное Мясо Является Самым Главным Канцерогеном Это знание Это полное Уже Это Ну Эту Фразу Сказал Ну Человек Который В то время Возглавлял Здравоохранение При мне Когда была У нас Передача По Атеросклерозу Я На передаче Я тоже присутствовал И вот Человек Который Возглавляет Здравоохранение Сказал Красное Мясо Является Главным Канцерогеном Красное Мясо Это мясо Крупного Рогатого Скота Вот и все Вот это Ему Скажите И он Будет Думать Об этом Вот это Понимаете Так человек Должен Прогрессировать То есть Если он Слышит Только мнение Ученых Тогда пожалуйста Есть куча Диссертаций На тему Как продлить Свою жизнь Все знают Что надо Больше Есть зелень Это даже Коню Понятно Следующее Очень важно Когда вы Хотите Развивать Человека Крайне важно Поддержать Свою внутреннюю Чистоту И внешнюю Поддержите Чистоту Квартири Пищи Режиме дня Алтарь Чтобы чистые Друзья Только в дом Приходили Если Какие-нибудь Ханурики Не надо Их пускать Себе в дом Отваживайте Своего мужа Или свою жену От плохих друзей Понимаете Друзья Несут Человеку Его жизнь Его судьбу Хороших друзей Больше Плохих Меньше И здесь Извините Уже Надо Воевать Сражаться Ну По-доброму Естественно Понимаете То есть Друзья Которые Несут Развитие Надо Приучать Их Стараться Чтоб Они Больше А те Которые Деградацию Меньше Они Не нужны Это проклятие Просто Зачем Оно Нужно В доме Проклятие Поддержите Свою Не то Что Вы Можете Заставить Своего Мужа С кем То Не Дружить В дом Не Пускайте Друг Приходит С бутылкой До свидания Муж Скажет Ты что Мне Пить Не Разрешаешь Нет Пить Разрешаю Но Друг С бутылкой Сюда Не Придет Я Ему Не Разрешаю Пить В нашем Доме Все Он Не Может Возражать Вам Это Ваш Выбор Понятно Да Поддерживайте Чистоту В своей Квартире Эта Чистота Повлияет На Ваш Близкого Человека Так Вы Будете Развивать Если Вы Соблюдаете Режим Дня Ему Тоже Закочется Со Временем Есть Стадии Сначала Он Будет Противником Потом Он Привыкнет Потом Ему Станет Интересно Потом Будет Соблюдать Запомнили Стадии Сначала Он Будет Против Потом Не Будет Обращать Внимание Никакого Потом Значит Привыкнет Потом Дальше Ему Станет Интересно Чего Жена Чего В Божку Влетела Чего Она Этим Интересуется Ну Схожу На Лекции Посмотрю На Этого Идиота Который Ей Как бы Втемяшивает Что-то В голову Поднимите Вот Мужчина Который Пришел Для этого На Мою Лекцию Из-за Чтобы Посмотреть Чего Жена Чем Занес Спасибо Вам Большое Я Вам Очень Благодарю Вы Любите Свою Жену Примерно Так Понимаете Так И Происходит Развитие Человека И Развитие Всегда Добротой Развитие Идет Всегда Только Добротой Больше Ничем Можно Но Он Потом Раскодируется Потому Что Страх Это Недолго Закодировать Изначает Испугать Но На чем Основывается Кодирование Его Пугает Просто Говорит Если Ты Выпьешь Помрешь Лекарство Это Тоже Испуг В капсуле Лекарства Выпил Все Тебе Капец Это Просто Испуг Страх Долго Человека На Страхе Человек Долго Не Держится Нет Невозможно Человек Не пьет Потому Что Он Научился Отдыхать Как То Иначе Вы Понимаете Муж Пьет Не потому Что Он Придурок А потому Что Он Не умеет Отдыхать Попытается Это Понять Если Вы Его Научили Отдыхать Как То Иначе Он Перестает Пить Нужно Замену Человеку Найти Понимаете Он Должен Стать Получать И не будет Отдыхать То Он Попадет В психушку Услышьте Меня Получит Инсульт Инфаркт Тяжелую Болезнь Человек Пьет Для того Чтобы Снять Напряжение Хотя Искусственно Но Если Он Не снимает Значит Будет Только Хуже Я Знаю Случаи Когда Человек Терпит Не Курит И Получает Инфаркт Просто Понимаете Искусственно Ничего Не Поменять Надо Менять Образ Жизни Как Развивать Глубокое Понимание Друг Друг Вот Теперь Очень Важная Вещь Есть Только Один Способ Развивать Глубокое Понимание Друг Друг Это Совместная Духовная Практика Она Может Быть Разной Допустим Вы Вместе Пошли Друзям Помогли Это Духовная Практика Вместе Пошли Скопали Газон Это Духовная Практика Вместе Пошли Накормили Птиц Это Духовная Практика Вместе Пошли В храм Еще Лучше Но Понимаете Вы Сначала Выберите То Человек Сможет Делать Вот Допустим Вы Пошли Вместе В парк Это Уже Круто А Если Вы Там Начали Птичек Кормить И он Подключился К вам Значит Это Еще Круче Понимаете Начните С того Вместе Начали Пробежки Делать Супер Это Сближает Людей Сближает Все Что Приближает Человека К правильной Жизни Вместе Начали Рано Вставать Вы Сближаетесь Вместе Начали Храм Ходить Сближается Но Запомните Одну Простую Истину Сближаются Люди Когда Они Не Друг Друга Смотрят А Вперед Что То Делайте Вместе Самые Близкие Птицы Это Лебеди Они Друг На Друг Не Смотрят Они Плавают В Одном Направлении Запомнили Близкая Беседа Это Редко И Это Очень Высокий Уровень Развития Людей Все Это Надо Усвоить И Понять А Все Остальное Приближение Друг Другу Это Найти Способ Человека Вовлечь Правильную Жизнь И Вместе С Ним Это Делать Вместе Весело Шагать Это Самый Главный Принцип Сближения Запомните Если Вы Вместе Никуда Весело Не Шагали Никакого Сближения У вас Не Будет Как Определить Что Вы Уже Вместе Далеко Прошагали Это Значит Что Вы Можете Обсуждать Вопросы Связанных Развитием Личности Не Какой Личности Конкретной Потому Что Это Называется Сплетни А Просто Вопросы Связанные С Развитием Личности Просмотр И Обсуждение Нравственных Фильмов Не Перемалывать Косточки Людей А Восхвалять Тех Кто Поступает Правильно Запомните Когда Люди Вместе Кого-то Обсуждают Они Разрушают Свою Жизнь Обсуждают С точки Зрения Типа Все Плохие Понимаете Эта беседа Разрушает Отношения Вы отдаляетесь От человека Когда вы Это все Делаете А когда Вы Кого-то Прославляете И Восхищаетесь Тогда Вы Сближаетесь С человеком Когда Вы Кормите Когда Вы Прославляете Когда Вы Восхищаетесь Когда вы обсуждаете что-то возвышенное, это все сближает людей. Когда они обсуждают, кому-то косточки перемалывают, когда они думают о том, как обогатиться вместе, постоянно говорят, значит, это разрушает отношения. Совместное посещение святых мест, духовных мероприятий, вместе делать добрые дела, вместе помогать другим людям, вместе весело шагать по просторам. Ну, вкратце. Весело шагать означает видеть душу во всем, что-то делать чистое, светлое, возвышенное. Это и есть то, что сближает людей. Не сближает людей ничего другое. Больше я вам того скажу, что это не только в близких отношениях, а также в дружбе. Если вы приходите к другу и начинаете кому-то косточки перемалывать, вы разрушаете отношения с этим человеком. А если кого-то восхваляете, улучшаете отношения. Поэтому люди часто не могут физически не перемалывать никому косточки. Поэтому мы сделали клубы благости, запрещено кого-то обсуждать. Там люди просто обсуждают что-то хорошее. Говорят, учатся говорить о хорошем, потому что уже отравлено восприятие. Начинаем за здравие, заканчиваем за упокой всегда. Потому что он вас соединил сам, он прилагает усилия для этого. Вы говорите, что ты меня держишь? Да не держит он вас. Он такой же, как вы. Он хочет смыться. Бог держит. Бог не дает смыться. Там наверху нет больше зла. Просто мы туда неправильно лезем. Мы начинаем гордиться собой, думаем, что мы крутые и разрушаем все вокруг. Какие у вас вопросы по поводу сегодняшней лекции? Ваш вопрос? Да? По поводу лекции, да. Микрофончик. Олег Геннадьевич, здравствуйте. Я очень хотела, чтобы меня спросили в начале, но я сейчас поняла, почему это не произошло. Есть только одна причина. Я когда спрашиваю, я смотрю, кому тяжелее всего и спрашиваю только этого человека. Я это знаю, потому что я не первый раз на лекциях, и когда я сидела и думала о том, что я хочу, чтобы меня спросили, я положилась на Бога буквально. Я ваши лекции слушаю. Вы знаете, лучше думайте, что он меня никогда не спросит. Иногда такие мысли меня заставляют спросить человека. Всегда нахожу ответы на ваших лекциях, на самом деле. Это либо через ответы другим людям, вам, ну, вами, либо вы в лекциях. Вот все. Я сижу и радуюсь. Ваш вопрос. Спасибо вам большое. Будьте счастны. У меня один вопрос. Поделитесь, пожалуйста, своим лейлистом где-нибудь. Вот правда, у вас такая подворка. Вот так хочется слушать ваши лекции. Ну, тогда на лекциях буду делать. Ну, правда. Вы все выслушаете и все, и тогда лекция-то не будет. А сами то, Али Геннадьевич, пожалуйста. А? А сами то, Али Геннадьевич, пожалуйста. Все выложить, да? Все отдать. Али Геннадьевич, отдавайте ей музыку. Отдавайте свою музыку, Али Геннадьевич. Ну, вот если есть такая возможность, я думаю, что не только... Я подумаю. Подумаю. Спасибо вам большое. Обратно спасибо. Ну, а по лекции-то есть вопросы? Ну, у вас, да, по лекции? Не обманьте меня. Точно по лекции? Да? Вот, девушка, по лекции вопрос. Ну, надо с микрофоном. Мы же для всех стараемся. Али Геннадьевич, а до какого периода времени человек считается близким, родственником, разводы есть, уходы, там у нас своя семья? Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Вот смотрите, если Бог вам дал человека, вы с ним прожили какое-то время, то он всегда на всю жизнь останется близким. Да. Просто бывает так, что Бог разлучает двух людей, и вы уже не можете быть вместе, но вы должны знать, что если вы не очистите те отношения, то вы не сможете строить следующий. А очистить отношения означает светлую память о человеке хранить, не думать ничего плохого о нем. Он остается тоже человеком твоей судьбы, но ты не имеешь права с ним уже строить те отношения, которые строил, и никогда не будешь иметь в своей жизни. Ну, то есть, если у него другая семья, другие отношения. Может быть, такой случай, может так случиться, что она опять вас соединит, но это крайне редко бывает, казуистика. То есть, это близкий человек, ты чистую светлую память о нем хранишь, с ним не общаешься, не разговариваешь. Если общие дети, то сотрудничаешь в воспитании детей, но при этом близких отношений ты с ним не строишь, просто чисто и светло к нему относишься. В твоем сердце есть ниточка с этим человеком, но она не рабочая, будем так говорить, она благословляющая или проклинающая. Если ты плохо о нем будешь думать, будет тебя проклинать эта ниточка, а если хорошо, благословляй. А вы, я к тебе говорите, что надо все равно стараться вернуть близкого человека. Так вот, до какой перебывения делу стараться? Если у тебя уже есть муж, а у него жена, не надо вернуть стараться. А если мы гражданский брак у всех, вот сейчас не понятно. Гажданский брак означает муж. Брак создает Бог. Там и гражданский брак. То есть, кто-то в твоем родственном, непонятно вообще. Когда кто перебывал, живите? Ну, живите втроем. Вот я просто этот вопрос, вот реально меня учу, то есть, уже против воли человека есть, что... Если он живет с другой женщиной больше года, то если у вас есть дети, то пытайтесь вернуть мужа. Если у него есть дети, у вас нет, не надо возвращать. Сердце вам подскажет в любом случае. Надо ставить срок. Больше года срок прошел, уже, ну, скорее всего, все. А в течение года молиться, пытаться вернуть? Да, молиться, пытаться вернуть. И вот за все отношения, которые были, там, муж, да, муж, да, муж, да, муж, да, муж, да, за всех надо молиться, в течение, ну, как, все раз и зима. Просто чистая, светлая память. Не надо за всех молиться, просто чистая, светлая память. Ну, что вы смеетесь? Она женщина. Женщина означает, что ей надо все очень глубоко в сердце понять, разобраться и так жить, как сказал старший. Так работает разум женщины. Женщина, она соткана из чистоты и веры. Ну, то есть, есть мужской разум, он экспериментатор. Вот, допустим, мужчины как слушают меня? Они слушают, думают. Ну, разберемся с этим. Это правильно говорит, неправильно говорит. С этим согласен. Женщина-мужчина спрашивает после лекции, говорит, видишь, Олег Геннадьевич, как правильно сказал, это всем известно, он ответил. Я это уже знал. Потому что мужчина так слушает лекцию, он сравнивается своим опытом, это его разум так работает. А женщина, она впитывает все себя и так живет. У женщины разум основан на чистоте и вере к старшим. Она не анализирует, не сравнивает, она просто принимает и все. Да? Поэтому женщина лучше, чем мужчина. Женщина – это лучшая половина человечества. А мужчины тоже хорошие. Женщины должны так понимать это. Молитесь, возвращайте, ставьте срок. Не надо ему ничего говорить, просто молитесь за него, возвращайте. Придет время, или он вернется, или Бог даст другого. Вы возвращаете, потому что вы раскаиваетесь то, что было. Понимаете? Вы возвращаете не потому, что вы упрямитесь, а потому что вы очищаете свое сердце. Придет время, и в вашем сердце чистая память об этом человеке останется, или он вернется назад. Когда чистая память о нем останется, у вас успокоится сердце, вам будет хорошо, хоть он и там. Это значит, что не надо дальше возвращать. Или он вернется, одно из двух. Все. Если он вернется, это значит, Бог решил, что он дальше должен вас мучить. А если нет, значит, тогда... Ну, кто-то должен вас мучить. Он выбрал вот его. Ну, поймите такую вещь, что когда с нами кто-то живет, это значит, что он должен нас мучить. А если мы по-доброму, хорошо себя ведем, то тогда этот человек дает нам также награды. Награды приходят обязательно в семейную жизнь, и счастье приходит, но только в результате труда. Понимаете, когда второй халиф после пророка, ну, его просили сильно все заступить к правлению, мусульман, и он, когда вышел перед ними, он не хотел сильно сопротивляться, он вышел перед ними и спросил их, вы понимаете, что я буду испытывать теперь вас, если вы меня выбрали? Они говорят, да, мы хотим, чтобы ты нас испытывал, именно ты. А он говорит, хорошо, тогда я согласен, чтобы вы испытывали меня. Это и есть семейная жизнь. Запомнили? Не всегда. Если уже ниточки очистились, можно. А если у вас, у вас только в сердце спокойно стало, вы прошли первую стадию. Я имею в виду женщину, скажите, что ты же замужем, вы уже не будете делать? Это называется боевые искусства. Если у вас есть такая сила, вы женщина-воин, у вас боевые искусства, можете прийти к ней и сказать, ты что, у тебя мозги на месте? Если она скажет, да ты чё ко мне? То вы должны быть готовы поцарапать ей фейс, показать ей свою силу. Такой вариант хороший для каких женщин, у которых много силы внутри. Если у вас хватает силы, идите, скажите ей. Но это не будет беседа добрая. Не надо обсуждать чужие грехи. Это вам не поможет. Молимся, возвращаем человек. Если хотите разобраться, идите и поцарапайте ей фейс. Боевые искусства никто не отменял. Мужчина тоже может, вот жену кто-то увёл, может прийти ему, сделать точный массаж лица. И дать ему возможность поддыхать потом. Жена, когда это всё увидит, она поймёт, то сильнее у неё вера в этого человека пошатнётся. А мужчина не отпомнёт, если я тебе его искусство принято? Это будет только первая реакция. Потом он поймёт, что вы его любите. И потом в ней тоже всё вскроется. Вот, допустим, если вы примените боевые искусства, она начнёт орать. А ты что, смотрел? А что, он будет вас бить, что ли, из-за неё? Нет, он будет смотреть на это всё. И она будет орать. Ты что, смотрел? Ты почему меня не защитил от своей этой жены? Будет орать на него. Испортится их отношения в результате. Он придёт к вам, выясняет отношения. И вы скажете, я тебя люблю, поэтому так сделаю. Но вы не сможете так делать, поэтому не ходите. Вы добрая, поэтому вы не будете ей царапать лицо. Это наверняка надо делать, если ты такая сильная дама. Надо наверняка уже, понимаете. Если ты можешь победить, можешь пойти и как бы поцарапать ей фейс. То же самое надо делать, когда оскорбляют твой наставник. Одни люди оскорбляли наставника, моего наставника. Я сказал на лекции, что кто-то должен сходить и поцарапать им фейс. Они выложили этот отрывок на центральном телевидении. Вот смотрите, Олег Геннадьевич хороший человек, вроде заставляет царапать фейс людям. Ну, я тогда сказал, что их надо гонять по подоконникам кому-то. Вот так я сказал. Вот. Вот выложили, по телевизору показали, что я изверт такой, заставляя вот этих людей вот это делать. Но я не раскаиваюсь. Потом в следующий раз на лекции я сказал, что я раскаиваюсь в том, что я призываю побить морду. Вот как бы тем, кто оскорбляет духовного учителя, поносит его. Ну, я раскаиваюсь за это. Но если кто-то набьет им морду, я буду счастлив. Ну, примерно так. По лекции вопрос, да? Ну, вот девушка, вот светлые волосы. Нет, другие действия, другие действия совсем. Там, понимаете, дети, они искренне. Если вы, ну, по-доброму к ним относитесь, их приняли, вы можете прямо напрямую открывать сердце, рассказывать истину. Они будут прямо вот как с чистого листа бумаги. Но только до 13 лет. После полового созревания ребенок не способен уже воспринимать это все. И ему нужно вести себя так же, как с мужем уже тогда. Просто терпеть, по-доброму относиться и все прочее. До 13 лет Бог дает людям, родителям, возможность детям открывать сердце, сокровенные вещи. Говорит, они все будут впитывать. После 13 уже все. Ну, у ребенка сейчас примерно 11 лет, и такое ощущение, что, ну, что касается вопроса веры и Бога, полное отчуждение и принятие... Все, закончилось ваше время. Началось половое созревание. 22 сентября будет лекция формирования здоровых отношений с подчиненными сотрудниками. Это для лидеров и для тех, кто хочет поинтересоваться этим. Для любопытных, короче. Человек не лидер, но любопытный. Как там Олег Геннадьевич с лидерами говорит? Можете прийти послушать. 23 сентября это обязательно, кто хочет побежать в судьбу, мощная вещь. Победа над судьбой. Ретрит. Я желаю всем. Помните? Это мощная вещь. Кто не был, сходите. Все подробности на сайте Центра психологии Ирины Медведевой. Благодарительный фонд пищи жизни, кормить бездомных, поддерживать здоровый образ жизни. Помогайте фонду. Это руководитель, мой хороший друг. И он, правда, они искренне стараются это делать. Не наживаются на это. Ну, ваш вопрос. Мы, правда, с вами уже общались. По лекции, да? Если квартира небольшая, где ставится алтарь? В спальне, семейная ложа, либо надо как-то его закрывать и переносить? А зал есть? Ну, коридор только. Коридор и спальня? Ну, коридор и две детские комнаты, и комнаты. Можно на кухне поставить алтарь, потому что кухня должна быть чистой. Можно в спальне поставить, но его закрывать. Коридор лучше не ставить. Олег Иванович, можно еще один быстрый вопрос про очищение пищи, освещение пищи? В каждой традиции духовной свои правила освещения пищи, поэтому я не углубляюсь в подробности. Возьмите свою традицию, узнайте, почитайте. Везде этот вопрос, везде очень актуален, и он везде разбирается очень глубоко и подробно. Надо освещать пищи по тем законам, которые существуют в вашей духовной традиции. Ну, еще раз спросите вы, девушка. Спасибо вам большое за ваш труд и за ваши знания. Вот уже, наверное, 9 лет из сложных ситуаций находили, благодаря им. И моя семья, и друзья наши. Вопрос у меня такой. Может ли семья родителей, даже если ты, казалось бы, стараешься, работаешь над собой, я молюсь, 3,5 года, постоянно, влияет на тебя. У нас такая непарка семейная. То есть они плохо влияют родителей на вас? Нет. У нас все мужчины ушли из жизни. Уходят раньше времени? Да, где-то в возрасте. Мужчины по какой линии? По вашей? По папе. По папиной у вас? То есть ваш брат там? Нет. Мой папа суицид у него был. Вот. И у его отца тоже суицид? Нет. Нет. Значит, не все мужчины? Его отец и его брат, они все умерли. Очень, ну, примерно в одном возрасте, 30-33 года. Вот. И у моей сестры ушел муж 2 года назад, и семьи просто ушел. И вот у нас сейчас тоже непростая ситуация, если честно, она совершенно неожиданная, потому что мы были счастливы, 9 лет. 9 лет жили, он ушел. Плохой период просто. 5 лет назад у нас так случилось. Мы спасли наш брак. И сейчас вот такой же сценарий абсолютно. Я думала, что мы это уже пережили. И он действительно... Плохой период у него. Но? Плохой период, связанный с личной жизнью. Побеждается молитвой, верой, молитвой, не словами. Мирой, верой, молитвой, здоровым образом жизни побеждается плохой период. Понять, что не он виноват, не семейный род виноват, а просто судьба. Молиться и побеждать судьбу. Первая стадия победы – спокойствие в сердце. Вторая стадия – общение, общение ниточки. Третья стадия – изменение в его сердце. Когда вы пройдете все три стадии, у вас появится вера в Бога. И еще маленькое такое, если можно, дополнение. У нас вот по баковой линии осталась только одна бабушка. И с ней вообще никто не общается, кроме меня. У нас как-то так вот странно произошло, то, что все женщины такие суверенные, живут в пригороде, и почему-то они ходят по бабулькам. Я только с бабушкой общаюсь. И эти доброжелательные бабушки, все говорят, что вот наша бабушка колдунья, и от нее все сыновья умерли, муж умер, она осталась одна. Все муки от нее отвернулись, с ноги, и получается... Это знание в невежестве. Ваша бабушка хорошая, она никакая не колдунья, надо ей помогать, заботиться. Все в чем вопрос? Как могу ли я как-то помолчать из ситуации? Нет. Бабушке, бабушке? Бабушке вы и так помогаете. Людям вокруг, родственникам? Нет. Они сами решают, как к кому относиться. Не берет на себя слишком много. Есть невежественные люди, есть благостные, страстные. Невежественные люди всегда считают кого-то плохим. Они в страхе живут, видят страх. Кто-то проклял кого-то, кто-то сглазил. У них такие мысли постоянно в голове. Вы так не должны считать. Это разрушает вашу жизнь. У вас хорошая бабушка, в ней есть особенности характера, она видит больше, чем обычные люди. Но это не значит, что она колдунья. Вот я колдун или нет? Я нормальный человек. Спасибо. Но тоже вижу чуть больше, чем остальные. Ничего страшного, это нормально. Это не мешает нормально жить. Ваш вопрос по лекции, да? По лекции. Вы все время меня обманываете. Вы не по лекции спрашиваете, а почему-то другому. Здравствуйте, Юрий Геннадьевич. Спасибо вам за лекцию. Очень интересно. Я думала вопрос по лекции, но было две ситуации, которые, в принципе, я получила ответ. И когда я подумала, что следующий вопрос, вы меня сразу спросили. Поэтому я спрашиваю. Вот вы девушкам советуете, как вы хотите, в проблемных ситуациях, в личных отношениях. А можно ли узнать такого, когда в моей личной жизни наступит вот проблема, тяжелый период, чтобы заранее подготовиться? Через какое время? У вас семья, муж есть? Да, вот муж мой. Когда у вас наступит трудный период в ваших отношениях? Да. Через три года? Через три. Спасибо. Но он ничего не поменяет в ваших отношениях. Да? Потому что вы сильные люди просто. Вы и так справитесь с ним. Но вы готовьтесь. Спасибо большое, Геннадь. Вам будет тяжело в этот период. Но это не значит, что это разрушит ваши отношения. Ладно, мои хорошие, у нас время уже закончилось, в общем-то. Сейчас будем желать всем счастья. У человека есть память. Человек все время помнит о себе или о своей жизни. Это называется судьба. Память о себе – это и есть судьба. Но когда человек соприкасается с какой-то необычной любовью, его память переключается. Например, человек влюбляется в кого-то, он начинает помнить о другом человеке, и его судьба тогда тоже меняется. О ком бы мы ни помнили, то действует на нашу судьбу. Если мы думаем о себе, значит, судьба просто живет в нашем сердце. Но когда мы влюбляемся или чувствуем необыкновенную силу, любовь и сила переманивают память. Когда человек начинает думать о Боге, но если очень сильно молится кто-то, и мы вспоминаем Бога, чувствуем, забываем про себя, думаем о Боге в этот момент, или об этой песне, просто молитве, в этот момент человек перестает находиться под влиянием своей судьбы, и начинает находиться под влиянием Бога. Есть два состояния существования человека. Одно состояние на 99% мы живем, это влияние нашей судьбы, и другое состояние, которое все ждут на этой земле, называется милость или удача. Запомните, есть только один способ в этом мире получить милость или удачу. Это своей памятью приковаться к Богу или к звуку о Боге. Когда кто-то душевно поет о Боге, и ты чувствуешь, что тебе это нравится, в этот момент ты побеждаешь свою судьбу и получаешь милость. Это не я придумал. Об этом говорят все священные писания. Поэтому сейчас сильно слушайте те, кто поет о Боге. Это молитва Отче наш на арамейском языке, на котором Иисус Христос говорил. И повторяйте то, что помогает оторваться от себя. Я желаю всем счастья. Вот сейчас мы этим займемся. Такая практика. Потому что мы не можем молитву повторять, у нас у всех разные веры, а вот настрой такой добрый можем. Субтитры создавал DimaTorzok